Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет! Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света. А вас? Меня Варя. Варя. Очень приятно. Ребята, я немножко опоздала. Смотрю, вы чем-то занимались. Что это вы рассматриваете? Покажите мне. Рисунки. Да, что на них наизображено? Вода, огнетушитель, песок. Как вы думаете, для чего эти ребята люди придумали? Для того, чтобы тушить пожар. А воду, чтобы еще и купаться. Нет! Все правильно, ребята. Но сейчас самое время рассказать нашим маленьким телезрителям, где мы с вами оказались. Это страна безопасности. Вы знаете, что это за место? Да, сейчас есть тут. Ребята, страна безопасности – это уникальное место. Оно единственное на земле. И здесь с вами ничего плохого случиться не может. Мы с вами на протяжении четырех дней будем учиться правилам безопасного поведения и постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй очень приятный варь. А в конце игры определится победитель, который получит приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребята, вы уже не первая команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности. Конкурс наш длится варь четыре дня. И в конце каждого игрового дня мы будем подводить итоги. Темой всех наших четырех дней соревновательных будут, ребята, правила поведения в экстренных ситуациях. А если быть более точными, то при возникновении пожаров в разных местах. И первый наш конкурс тоже так или иначе будет связан с пожарами. В самом начале нашего соревнования мы с вами будем разгадывать загадки. А для начала отправляйтесь-ка вы, пожалуйста, к своим стендам. Варь, твой слева, а твой Аким справа. Берите в руки маркер. Я буду вам загадывать загадки. Слово «отгадку» вы должны очень быстро написать на стенде. Очень быстро. Потому что если вы справляетесь быстрее, вы получаете за это дополнительную фишку. И так, ребята, во всех наших конкурсах. Поэтому не забывайте, что скорость – это очень важно. Хотя ответ, конечно, должен быть правильным. Итак, первая загадка. Ребята, писать начинаем только после того, как я закончила читать. Появитесь, пожалуйста, ко мне. Хочу, чтобы вы слушали внимательно. Итак, «Вот огромный шумный мир. В нем 400 квартир, 5 подъездов, домофоны, остекленные балконы». Марш! Пишем! Не подглядываем только друг у друга. Что это за огромный шумный мир, в котором 5 подъездов, домофоны, остекленные балконы. Ну, Варя уже справилась. Аким, не подглядываем и Варе. Думаю, быстро тебе 3 секунды на раздумие. Ну, где балконов много, где домофоны, где подъезды, в чем? В дом. Пиши! Пять подъездов, это что? Три буквы. Быстренько. Хоп! Ну-ка, отошел. Молодец! Долго думал, знал же ответ. Варя молодец, справилась быстро, правильно? Поэтому Варе две фишки за правильный ответ и за быстрый, а тебе, Ким, одну за правильный ответ. Ты не сомневайся, если ты знаешь, смело пиши, потому что загадка была простая, согласись. Итак, вторая загадка, ребят. Слушаем, пока я не закончу читать. Этажей в подъезде много, дверь внизу закрыта. На двери привратник строгий, от чужих защита. Много кнопок, микрофон. Кто пришел, расскажет он. Всем жильцам большой помощник. Кто же это? Пишем. Кто это? О чем идет речь? Что это за помощник, который внизу на подъезде много кнопок? Кто справился, говорите, я справился или я справилась, чтобы я знала, кому давать фишку потом за скорость. Ребята, скорость, скорость. Я справилась. Аким, ты чего молчишь? Ты же тоже справился, да? Да. Одновременно справились, только ты не молчи, а то в следующий раз Варе отдам за скорость. Так, правильно, ребят, это домофон. Варь, покажи, как ты написала, не то ошибок. Домофон, молодец. Акима, у тебя ошибочка, да? Зачеркни, а первую напиши сверху о. От слова дом. Домофон. В следующий раз напишешь правильно. Ну что, фишки раздаем, за скорость дадим и одному, и второму из вас. Так, и за правильный ответ. По две фишки каждому. И еще осталась одна загадка, и последняя возможность фишки заработать в этом конкурсе. Не забывайте про скорость. Итак, вверх и вниз по этажам развожу я горожан. Кто на кнопочку нажал, я к тому и побежал. Пишем, пишем, пишем. Написали, сказали, все? Я все. Окей, совершенно верно. И Аким совершенно верно справился. Акиму одну фишку варит, две. Девчонка рулит у нас в этом конкурсе. Я смотрю, Аким, присаживайтесь, кладите маркеры, закрывайте и присаживайтесь. Молодцы, ребята, вы неплохо справились с моим первым заданием. Давайте посчитаем, сколько фишек вы заработали. Аким, посчитай, сколько у тебя. Быстренько это делаем. Шесть. Пятые. Хорошо, ну практически равный на счет. Ребята, я вам не случайно загадала загадку про лифт. Вы должны знать, что это очень верный друг и помощник человека. И мы должны к нему поэтому относиться соответственно. И сейчас я хочу вас познакомить с человеком, который о правилах поведения в лифте знает практически все. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о нашем друге и помощнике практически в любом доме. Лифте. Ребята, а какие правила пользования лифтом вам известны? Варя, Аким, какие правила знаете, как себя вести в лифте? Что нельзя бегать, потому что застрянешь. Нельзя прыгать. Правильно, хорошо. Ездить в лифте детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых запрещено. Так же, как и пользоваться лифтом, если вы не достаете до нужных кнопок или боитесь оставаться в лифте одни. После открытия дверей убедитесь, что за дверями есть кабина лифта. Заходите в лифт только после взрослого, а выходите первыми. Помните, опираться на двери лифта, препятствовать закрытию дверей, нажимать беспорядочно кнопки, прыгать в лифте, баловаться и бросать мячи может быть очень опасно. При любых непредвиденных ситуациях нужно вызвать диспетчера путем нажатия кнопки «Вызов». Сообщите ему о проблеме и выполняйте рекомендации. В случае необходимости спокойно дожидайтесь приезда аварийной службы. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь лифтом в случае пожара или задымления в здании. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! И одна маленькая подсказка вам. Тому из вас, кто внимательно слушал нашего эксперта в пожарной безопасности, тетю Машу, справиться с задачей мной поставленной будет намного легче. Ну что, понятно в слове конкурса? Если фраза правильная, поднимайте вот так зеленую карточку, если неправильная, красную. Да, так мы уже забыли. Не забывайте, что на скорость задания. Итак, первая фраза. Детям дошкольного возраста ездить одним в лифте нельзя. Чего сомневаешься? Правильно подняла, Ким. Не сомневайся. Не посматривай у Варри, потому что то, что она подняла, не значит, что это правильно. Ты ответил правильно, зеленая. Просто ты не сомневайся. Поэтому получаешь фишку одну. Вы ответили одновременно? Дам каждому из вас по две фишечки, держи. А нет, тебе только за правильный быстрый ответ. А тебе, Варя, не дам. Ошиблась ты здесь. Ведь действительно, детям дошкольного возраста ездить в лифте одним нельзя. Запоминайте. Итак, вторая фраза. Во время движения лифта можно прыгать, баловаться и нажимать на разные кнопки. Верно. Вдвоем ответили правильно. Аким был быстрее, поэтому две фишки ему. Варь, мы не расстраиваемся. А на чеку. И стараемся ответить в следующий раз быстрее. Третья фраза. При внезапной остановке лифта надо нажать на кнопку вызов диспетчера. Правильно. Правильно. Вдвоем снова ответили правильно. Ну и здесь Аким чуть-чуть опередил. Варя у нас быстрее справлялась с первым заданием, конкурс во втором. Ну, в общем-то, все идет своим чередом. Четвертая фраза, ребята. Если в подъезде пожар, надо быстро заскакивать в лифт и ехать вниз. Правильно. Молодцы, ребята. Варь, тебе одна и Акиму две. Держи. Молодец. К концу передача разыгрался. Кладите карточки. Варь, клади. Давайте, ребята, подведем итог. Сколько сегодня фишек вам удалось заработать? Девять. Девять. Грустным голосом сказала Варя. Не расстраивайся. Это всего лишь первая игра. Еще впереди целых три. И там фишек будет возможность зарабатывать очень много. Двенадцать. Ну, Акиму всего на три больше. Итак, ребята, готовимся ко встрече завтра. На сегодня прощаемся. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.